Мириносик! Сегодня у нас Мириносик! Мой любимый, мой самый-самый любимый Миринос Экстра Файн! Ну, конечно же! Девочки, сегодня цель моего этого видео показать вам Миринос, что такое Мириносовая шерсть Экстра Файн, которую я продаю. Ну, естественно, в ручном окрашивании, потому что многие слышали о Мириносовой шерсти, кое-кто вязал Мириносовую шерсть, но, во-первых, не все, а во-вторых, если вы покупали Миринос просто в магазине, в мотках, то вполне возможно, что вы испытали, ну, если не разочарование, то, по крайней мере, зачастую, вот когда вязальщицы покупают обычный моточный Миринос, просто там в Леонардо или в интернете где-нибудь, они не получают вот то ощущение, какое они ожидают от пряжи такой ценовой категории, потому что Миринос нигде не дешев. Сейчас Миринос очень дорогой. Что такое Мириносовая шерсть, да? Вот в целом. Я обожаю Миринос, обожаю. Это моя самая-самая любимая пряжа, я люблю его больше, чем Кашемир. Почему? Он очень супер мягкий, он очень-очень мягкий. И не всегда, когда вот вы покупаете его где-то в мотках, вы не всегда покупаете именно вот это самое лучшее качество Мириноса. Зачастую то, что продают в моточной пряже, это Миринос чуть более грубый, потому что что такое Миринос? Это просто порода овец. Вот и все. То есть здесь нет никакой магии. Это так называются овцы определенной породы Мириносовой. У них более тонкая, как бы более мягкая, да, более деликатная, нежная шерсть. Но не все Мириносовые овцы одинаковые. Миринос делится на категории. Там простой Миринос, там, ну, в общем, их несколько категорий. Но самая элита Мириноса, самый мягкий, самый лучший, самый, ну, скажем так, роскошный Миринос, который идет на дорогую одежду, на производство одежды для брендовых бутиков, да, для, там, Прада, там, ну, различных, да, Лаура Биаджоти, вот для этих марок они используют Миринос Экстра Файн. Он маркируется Экстра Файн. Это означает, что толщина его ниточки волоса, да, то есть толщина волосика вот этого, ну, состриженная с этой овечки Мириносовой, она начинается от 12 микрон и заканчивается 24 микронами. То есть вот от 12 до 24 это Миринос Экстра Файн. 12 и меньше, то есть и тоньше, это уже не шерсть, это уже пух. То есть шерсти, именно шерсти тоньше, чем 12 микрон, не существует. Это пух. Поэтому Мириносовая шерсть это самая тонкая шерсть, какую, в принципе, можно выработать с овцы. И, соответственно, да, дальше у нас уже идет пух, кашемир, ангора. Вот такие уже идут виды пряжи. Это уже другое сырье, совершенно другое сырье, у него другие свойства. Но вот я люблю именно вот этот тонкий Экстра Файн Миринос. Я его крашу, и у меня, когда вы ко мне приходите, то у меня вы покупаете именно этот Миринос Экстра Файн. То есть, естественно, я не овцевод, у меня нет своих овец. То есть основу под свое окрашивание я покупаю. Я покупаю ее в Италии. То есть я крашу только итальянскую основу. Не Китай, не Турция, никакие другие. Это итальянская пряжа всегда. У меня есть поставщик, мой основной поставщик, с которым я работаю уже больше, ну, где-то 7 лет. Они меня очень хорошо знают, да, то есть прекрасные женщины чудесные. Они возят очень хорошую пряжу, очень качественную. И у меня с ними уже контакты налажены. Личные, я бы сказала, контакты. И они уже знают, что мне надо, какие артикулы я люблю. Потому что я покупаю именно самые-самые, во-первых, мягчайшие, а во-вторых, именно те, которые хорошо окрашиваются, дают красивые цвета, стойкие, яркие. Такие, на которые, ну, вам приятно будет смотреть, из которых вам будет приятно вязать потом и носить эту одежду долгие годы. То есть они уже знают эти артикулы, эти марки, они привозят лично для меня. То есть прям вот отставляют для меня бобины вот эти. Их очень мало, этих артикулов. Их очень сложно найти. То есть это прям героические женщины, которые вот, огромное им спасибо, делают для меня такое доброе дело. Я не называю артикулов именно по той причине, что очень сложно их найти. Ну, будем считать, что это мой ноу-хау. То есть я собираюсь продолжать их окрашивать, продолжать их закупать, и качество моей пряжи не будет снижаться. Это вот я вам абсолютно точно гарантирую. Потому что моя философия лучше купить лучше, пусть даже и за большие деньги. Понимаете, мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Вы купите эту пряжу, да, вы потратитесь на нее, но за ту вещь, которую вы из нее свяжете, во-первых, вы будете наслаждаться в процессе вязания. Это будет огромное удовольствие. Просто вот само вязание из такой пряжи, это удовольствие, ну, ни с чем не сравнимое, совершенно отдельное. И потом вы эту вещь будете с удовольствием носить. Она будет держать форму, она будет держать цвет. То есть она будет смотреться как новая, не будет пеленговаться, не растянется у вас, не сядет. С ней ничего абсолютно не произойдет, и вы будете ее носить и радоваться. И вот это моя философия. Поэтому я покупаю такую основу, и поэтому я вам ее предлагаю у меня купить. Давайте поподробнее я вам расскажу об этой основе. Ну что же, давайте посмотрим этот потрясающий меринос поближе. Как я уже сказала, да, это у нас итальянская основа. То есть все, что я крашу, мое ручное окрашивание, все многообразие этих цветов, да, то есть неважно, какой цвет вы покупаете. Если вы видите на, там, у меня в описании, да, или на этикетке, если вы покупаете на ярмарке. Если вы видите маркировку, да, надпись у меня, что это extra fine. Extra fine с английского переводится как extra tonky, extra utonchенный. То есть это именно тот самый меринос экстра класса, супер тонкий, супер мягкий, который у меня является основой всего моего ассортимента. Поэтому не сомневайтесь, вот это будет именно тот самый, да. То есть как только вы видите маркировку extra fine, значит это будет вот именно вот такой меринос. Не имеет значения, какого цвета он, ну, какого цвета вы берете, да, какой цвет, какая краска. Потому что, естественно, я беру белую основу, вот она, эта основа. Вот, это белые бобины, я получаю их с фабрики, непосредственно из Италии. То есть я покупаю только итальянский меринос и только из Италии. Ни из Турции, ни из Китая, никаких вот этих вот непонятных мутных вариантов. Нет, у меня только Италия. Это как бы сто процентов гарантию я вам даю. Смотрите, я покупаю промышленный меринос. У него очень тонкая ниточка, вот такой вот тонкий метраж. Давайте вот на темном, я вам покажу. Вот он. В метраже полторы тысячи метров на 100 грамм. Может быть другой метраж. Вот часто спрашивают, особенно когда на ярмарке, люди подходят. Ой, а что у вас такая тонкая ниточка, как же из нее вязать? Вот поэтому я и записываю это видео, для того, чтобы все точно было понятно. Смотрите, я покупаю, да, очень тонкую нитку. Именно потому, что это и есть экстра файн. То есть экстра файн это супер тонкий. Если вам говорят экстра файн, а сами показываю толстую моточную пряжу, то это не экстра файн. Это будет просто меринос. Потому что мериносов очень много разных разновидностей. Мы об этом говорили. Я покупаю именно вот этот супер тонкий. И он начинается с метража полторы тысячи метров на 100 грамм. За несколькими исключениями о них чуть-чуть попозже. Так вот, смотрите, я беру, значит, вот эту тонкую нитку в бобинах и складываю ее в несколько раз. Вот в данном случае, смотрите, вот у меня раз, два, три, четыре нитки. Четыре нитки. Вот здесь у меня, вот опять на фотографии, вот они. Четыре ниточки. То есть полторы тысячи метров, да, поделить на четыре, это получится 375. То есть в четыре сложения у нас нитка 375 метров. Вот я для себя поняла, что 375 метров это мой идеальный метраж, который мне очень нравится. И большинство, как бы, ассортимента я выпускаю именно в нем. Вот, это тот самый метраж, который у меня идет на основные мои вещи. Например, вот кардиган колоски связан именно из этого метража. И очень многие мои другие вещи. Смотрите, получается в результате очень тонкий, но при этом теплый, плотный и очень ровный, очень ровный трикотаж. Да, посмотрите, какое полотно. То есть меня на выставках постоянно спрашивают, а это что, вы на машине вяжете? Я всегда, все время отвечаю, не без удовольствия, я отвечаю, нет, я вяжу не на машине. Это полотно очень, вот такими свойствами обладает, что оно очень гладкое и очень ровное. Почему? У этого есть совершенно четкое объяснение, почему так происходит. Это именно благодаря вот этой промышленной нитке, промышленному мериносу. Он очень ровный. То есть если мы посмотрим на одну ниточку, она получается очень-очень ровной. Потому что этот меринос промышленный, он предназначен не для ручного вязания. Его закупают дома-мод, фабрики, которые работают для домов-мод, для крупнейших брендов. Там для Прада, Лаура Биаджотти, Миссони, наш любимый Брунелло Кочунелли. Вот они, эти фабрики закупают такой меринос. И естественно им нужно абсолютно идеальное полотно, абсолютно идеально гладкое, ровное, чтобы петельки были одна к одной. Вот они закупают этот меринос. И почему мне он нравится? Почему я его закупаю? Потому что даже в случае, когда я начинаю вязать руками, у меня все равно петли получаются одинаковые на спицах. Если вязать ровно по спице, то у вас будет получаться абсолютно ровное, идеальное полотно. Неважно какого уровня вы вязальщицей являетесь. Все равно у вас будет получаться очень хорошее, очень гладкое полотно благодаря вот этой пряже. Так что вот я, конечно же, ее очень рекомендую и у меня ее очень любят. За это покупательницы, кто постоянно покупает, те знают эти ее свойства. Она очень мягкая. Давайте теперь поговорим о мягкости этой пряжи. Конечно же, она, благодаря тому, что это именно экстра файн меринос, она мягкая, ну вот как облако. Иногда спрашивают, а колется ли ваша пряжа, да? А можно ли ее на шапку? А вот у меня аллергия. Я шерсть не могу носить, потому что мне колется. Вот я вам говорю, мою пряжу берут даже аллергики. Причем люди с достаточно сильной аллергией на шерсть. Тем не менее, берут эту пряжу и очень довольны, вносят ее и вяжут из нее. Потому что вот то самое свойство, то самое уникальное свойство мериноса экстра файн. Он очень мягкий, он воздушный. Посмотрите, да, какая нитка. Она вот прям воздушная. Конечно, я не могу вам передать через видео. Здесь нужно покупать и пробовать самостоятельно. Но в любом случае, из этой нитки экстра файн можно вязать шапки, снуды, шарфы, шали. То есть то, что прилегает непосредственно к телу, там к колбу прилегает. Все это супер отлично носится и не колет, там не чешет ничего. Вот эти свойства экстра файн мериноса тоже необходимо учитывать. В том числе, поэтому эта пряжа такая дорогая. Она достаточно дорогая, это правда. Но это будет ваша любимая вещь, которую вы не бросите куда-то на вешалку, потому что шапка кусучая, а вы будете ее носить. Потому что вы просто не сможете ее снять. Она настолько мягкая, настолько приятная, что действительно, это будет удовольствие носить такую вещь. А цвета, как я уже сказала, они разными могут быть. Выбирайте. Здесь выбирайте на свой, так сказать, вкус и цвет. Я вот немножечко вам разверну каких-то цветов. Есть цвета с более такими выраженными, повторяющимися рапортами. А есть наоборот, цвета, в которых рапорта практически нет. Это достаточно сложно объяснить, пока не свяжешь сам. Я могу сказать, показать приблизительно. Вот, например, цвета, в которых участки повторяются. Вот у меня идет вот эта зелененькая пасма, она называется фисташка. И у нее, вы видите, вот эта секция желтенькая, она прямо вот видно, что она одна во всей пасме. И, соответственно, вот эта секция через оборот, да, то есть вы вяжете, вы берете нитку. И вы начинаете вязать из этой нитки. И вы подходите, вы вяжете вот это место. Потом вяжете дальше всю длину пасмы и снова подходите к этому месту. Соответственно, вот здесь, вот этот желтый участок, он у вас будет постоянно повторяться с некоторым рапортом. То есть рапорт в данном случае, это будет вот эта самая длина пасмы. Длины всех пасм одинаковые, да, то есть длины всех пасм абсолютно одинаковые. Они, ну, красятся на стандартных у меня пасмах. И, соответственно, вот этот рапорт, да, его можно будет заметить в полотне. Некоторые любят этот эффект, я люблю его. Он дает своеобразные такие вот, как я их называю, кольца Сатурна. Вот здесь, например, их можно увидеть, вот такую вот штуку. Но они будут иметь абсолютно разную конфигурацию в разных вещах. В речевых изделиях, там, в маленьких изделиях, таких, как там шапка, перчатки. Они будут выглядеть абсолютно по-разному. Предугадать, предсказать это практически невозможно. Это как раз и есть то самое творчество, та самая особенная красота пряжи ручного окрашивания, ее непредсказуемость, ее вот этот такой момент, как бы волшебства, когда вы вяжете, и вы точно не знаете, как у вас будет выглядеть полотно. Даже я не знаю, как у меня будет выглядеть полотно, когда я вяжу какой-то новый цвет. Для меня это тоже всегда магия. И это вот особенное удовольствие ручного вязания. И смотрите, бывают другие цвета, как бы другого немножко толка. Вот, например, это пряжа «Черешневый лес». У нее, как вы видите, есть основной тон. То есть вот этот темный черешневый, он как бы фон, фоновый цвет. И на нем расположены вот как всполохи, такие участки. И вот эти, вот подобного как бы вида цвета, они не имеют вот этой ярко выраженной рапортности. У них как раз-таки наоборот, есть общий фон, и на этом фоне разбросаны кое-где, как пиксели, да, по нескольку буквально петелек, яркие такие вот точечки, яркие участки. Многим такой вариант окрашивания нравится больше. Тут уже выбирайте. Главное, пробуйте пряжу ручного окрашивания, в любом случае она великолепна. И также я хочу вам показать, вот у меня также есть несколько артикулов пряжи, которая уже готовая. То есть она не, как бы, не сложенная вот в несколько нитей, как я вам уже только что показала. А она у меня идет, собственно, готовая. При том, что это тоже меринос экстрафайн, и тоже он очень хороший. Вот, например, ниточка. Эта нитка 400 метров на 100 грамм. Она готовая, она с заводской, достаточно крутой круткой, но, тем не менее, она тоже очень мягкая. Это тоже очень хороший, и тоже, ну, как бы, в основе этой нитки, да, в скрутке находится меринос экстрафайн. Просто он уже сложен и скручен на заводе. Если его там раскрутить, вот так вот, если его размотать, то есть вместо меня люди уже сделали это на фабрике. Вот здесь на самом деле тоже 4 нитки. Вот так вот я их, если раскрутить, вот 4 ниточки, видите, тоненьких, тоненьких. То есть это, в принципе, то же самое. То есть это та же самая 4-х нитка, 4-х нитка, вот так вот ее видно. Абсолютно та же самая 4-х нитка, которая точно так же сложена из бобинок, да, из, ну, как бы, первого бобинок, назовем их так, которые тоже имеют толщину 1500 на 100 грамм. Как я уже сказала, меринос экстрафайн не делают толстым никогда. То есть 1500 это, ну, максимум, скажем так, самый толстый метраж, какой только можно сделать. А здесь даже он потоньше. То есть здесь не 1500, а здесь, наверное, 1700, потому что, да, в результате у нас 400. Чтобы получить 400, значит, должна быть вот эта первая нитка еще чуть-чуть потоньше, чем 1500. Это говорит мне о том, что это настоящий экстрафайн. Это как классная пряжа. Если вот эта первая ниточка как бы потолще, то это уже не экстрафайн. Понимаете, в чем дело? То есть здесь вот такой очень тонкий момент. Так что бывает, что я беру вот такую пряжу, например, вот 400 метров, и могу даже сложить ее в несколько ниток для того, чтобы получить толстую пряжу. Потому что, да, бывают, например, вот у меня, да, бывают такие модели, которые вяжутся из толстой пряжи. Ну, например, мой кардиган ирис, да, кардиган ирис, он вяжется из пряжи 200 метров на 100 грамм. Что значит 200 метров, да? Если взять 400, то это нужно сложить в две нитки. И будет 200. И вот как раз таки я и беру, и такую более толстую пряжу я могу тоже сложить в несколько нитей для того, чтобы получить нитку потолще. Это вот ирис, и также у меня свитерлианы. Свитерлианы связан из метража 300 метров на 100 грамм. И вот у меня есть еще один артикул 600 метров. Я складываю в две ниточки, вот как вы видите, вот две ниточки. И в результате у меня получается общий метраж 300 метров. Как не запутаться во всем этом многообразии метражей? Очень просто. Смотрите на описание. В описании обязательно дан тот метраж, какой уже у вас есть для вязания. Вот в данном случае вот эта этикетка относится к этой пасме. И вот здесь написано 300 метров на 100 грамм. Не нужно пытаться разделить эту нитку вот так вот на две. Нет, это не две нити. Это одна нить, и вот она там тянется по пасме. Вот так вот и нужно ее вязать. То есть все это, все эти, так сказать, маневры я делаю только для того, чтобы предоставить вам самый-самый наилучший, самый мягкий, самый качественный меренос, из которого вы получите вещь, которая по-настоящему будет вам нравиться. Она будет мягкая, она будет нежная, она будет приятная к телу. И вы получите максимум тактильного удовольствия. Вот эта пряжа, ну прям вот супер. Как и любой мой экстрафайн меренос. То есть она обязательно будет подписана, как вот здесь, 100%. Меренос экстрафайн, это всегда 100%. У меня есть пряжа носочная, смесовка. Там под мод идет нейлона или, например, полиэстера. Я это обязательно подписываю. И такая пряжа стоит дешевле, гораздо дешевле. Я продаю дешевле пряжу, которая с добавлением идет синтетики. Потому что это нормально, это правильно. А экстрафайн мереносовая шерсть, конечно же, она дороже. Но, тем не менее, у меня она стартует где-то от 1300 рублей. Я считаю, что за экстрафайн это недорого. Это при том качестве, которое я предлагаю, при тех великолепных цветах, которые я предлагаю. Это очень и очень хорошая цена, хорошее предложение. Ну что же, я думаю, что я вас уже убедила. Пришла пора попробовать эту чудесную пряжу в действии. Так что приобретайте, пожалуйста, смотрите на витриночки. Все цвета, которые у меня есть в наличии, все там можно увидеть. И дополнительно, в принципе, можно даже что-то заказать на заказ. Так что, если у вас есть какие-то конкретные пожелания, пишите мне в личку, мы можем это обсудить. И я всем желаю ровных петелек и, конечно же, вязать из самой-самой лучшей пряжи.